Антираковые ягоды. Элаговая кислота, которая относится к низкомолекулярным фенольным соединениям, в опытах над мышами замедляла рост опухолей. Но 95% синтетических веществ, испытанных на животных, людям не подходят из-за большой токсичности. Элаговая кислота есть в малине, землянике, клубнике и лесных грецких орехах. Решено было отбросить синтетику и опробовать природные материалы. И тут все были шокированы. Эффективность их была вполне сопоставима с признанными синтетическими препаратами, замедляющими рост кровеносных сосудов опухолей. Дальнейшие опыты подтвердили, что малина, земляника и клубника, а также лесные и грецкие орехи, орехи пекан, дают намного больше пользы. Их спектр более широк и совершенно безопасен, нежели хваленая синтетика. Элаговая кислота проводит детоксикацию клеток. Она блокирует преобразование канцерогенов окружающей среды в токсичные вещества и стимулирует выведение токсинов. Токсины опасны тем, что взаимодействуя с ДНК вызывают генетические мутации. Элаговая кислота действует без побочных эффектов. Черника, голубика, ежевика. Эти синие ягоды содержат антоцианидины и проантоцианидины, молекулы которых способны заставить клетки опухоли совершить самоубийство, апоптос. Они эффективны во многих случаях, особенно в отношении клеток рака кишечника. Другими продуктами с этими свойствами являются клюква, корица и черный шоколад, содержащий более 70% какао. Черный шоколад содержит ряд антиоксидантов, проантоцианидинов и полифенолов. Полифенолов в одной дольке шоколада содержится больше, чем в стакане красного вина, и также много, как и в чашке зеленого чая. Молекулы этих веществ замедляют рост опухолевых клеток и ограничивают ангиогенез, процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани. В день можно употреблять шоколады не более 20 грамм, за 2 часа до или через 2 часа после еды. Смесь молочных продуктов и других добавок аннулирует полезное действие шоколада и его составляющих. То есть молочный шоколад и с добавками не годится. Последние эксперименты выявили ингибирующие действия малины на рак пищевода, ротовой полости и толстого кишечника. Действие этой чудесной ягоды уже проверено на группе пациентов, генетически предрасположенных к особого рода полипам, которые увеличивают риск заболеть раком груди. Экстракт ягод ежевики на 59% уменьшил риск появления полипов против контрольной группы, получавшей плацебо. Пока сезон, покупайте и ешьте ежевику. Кстати, замораживание не разрушает противораковые молекулы. Сливы, персики, нектарины. Техасские ученые исследовали более 100 видов фруктов. Но только косточковые, персики, нектарины и особенно сливы богаты противораковыми элементами, как и ягоды. В простой сливе содержится столько же антиоксидантов, сколько в дорогих ягодах, а стоит она намного дешевле. Очень эффективны косточковые в борьбе с раком груди и для снижения холестерина, особенно сливовые экстракты. Вишня – еще один натуральный антираковый продукт. В ее состав входит глюкаровая кислота. Она способна очистить организм от ксеноэстрогенов. Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты содержат противовоспалительные флавоноиды. Они стимулируют выделение канцерогенов печенью. Доказано, что тангеретин и набелетин из кожуры мандаринов проникают в клетки опухоли мозга, способствуют их апоптозу, а также снижают способность метастазирования. Кожуру надо тщательно очищать содой. Она может использоваться как заварка с чаем, просто в кипятке. В красном грейпфруте содержится противораковый каротиноид под названием ликопин. Исследования показали, что низкий уровень ликопина в крови связан с увеличением риска заболеть раком шейки матки, мочевого пузыря или поджелудочной железы. И само собой ликопины и другие антиоксиданты, содержащиеся в рифруте, уменьшают вредное влияние на организм окисления, которые способствуют возникновению рака. В следующем видео мы продолжим перечень и описание самых эффективных продуктов питания для борьбы с онкологией. А какие вы знаете продукты для борьбы с онкологией? Поделитесь этой важной информацией в комментариях.